Севастополь На вручение аттестатов первому выпуску кадетов побывала наша съемочная группа. Мы очень довольны, что у нас сын закончил училище. Большое спасибо всем. Родители благодарят педагогов, а выпускники дарят им цветы. За терпение, труд и полученные знания. Во время единого государственного экзамена кадеты училища показали высокие результаты. Теперь готовы вступать во взрослую жизнь. Я написал на очень высокий уровень, поэтому благодарен всем, абсолютно всем, училищу. И теперь главное – надеяться на поступление, на будущую жизнь. Свою судьбу Максим Васильев твердо намерен связать с военным делом. Таких, как он, в первом выпуске президентского кадетского училища еще 33 человека. Четверо будут поступать в гражданские вузы. Это самые лучшие ребята. И дай бог каждому учителю иметь таких выпускников. Они очень человечные, они все разные, но они все замечательные. Память об училище на страницах фотоальбомов, которые получил каждый выпускник. Теперь ребята – пример для подражания. Дают советы юным кадетам. Выдержанности, побольше ответственности, чтобы ответственно ко всему относились к учебе, чтобы росли истинными патриотами Российской Федерации. На торжественной церемонии вручения аттестатов – почетные гости. Каждый из них желает выпускникам стать настоящими патриотами своей страны. Позвольте от имени полномочного представителя президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе, героя России, вице-адмирала Олега Евгеньевича Белавенцева, поздравить вас с первым выпуском Севастопольского президентского кадетского училища. Это училище было создано распоряжением президента Российской Федерации 20 марта 2014 года с целью подготовки юных граждан России к государственной службе. Позвольте от всей души вас поздравить, позвольте сказать вам, что вы только на пороге. Вы стоите на пороге своего выбора перед вашей новой будущей жизнью. Я очень надеюсь, что то чувство товарищества, чувство патриотизма, которое вам привили в Севастопольском президентском кадетском училище, вы пронесете с собой всю оставшуюся жизнь. Не каждый севастополец удостоен чести носить этот прекрасный знак у себя на груди. И вам эта честь предоставлена. Конечно, каждый из вас уже выбрал свой жизненный путь, в какое учебное заведение поступать. Кто-то пойдет в гражданский вуз, кто-то станет курсантом высшего военно-морского имени Павла Степановича Нахимова, училища Черноморского. Но, в принципе, это не важно. Важно, чтобы все вы стали настоящими патриотами нашей прекрасной Родины. Ответное слово первых выпускников – подарок музею училища. Это картина севастопольского художника-мариниста Владимира Преображенского. Затем церемония прощания выпускников со знаменем училища. 38 ребят покинули стены учебного заведения. Но память о нем обещают сохранить навсегда. Анастасия Шульга, Дмитрий Долгов, информационный канал Севастополя. Соблюдение законности в сфере социальной защиты инвалидов и организация работы по поддержанию государственного обвинения в судах. Эти темы сотрудники Севастопольской прокуратуры обсудили на коллегии. В текущем году по первому вопросу надзорным ведомством выявлено более 900 нарушений. К дисциплинарной ответственности привлечены 9 должностных лиц. Вынесено 10 постановлений о возбуждении дела об административных правонарушениях. В суд с целью защиты прав инвалидов заявлено 11 исков. В прокуратуре города была организована и проведена работа в этом направлении. Выявлен ряд вопросов, требующих совместного принятия мед для их разрешения. Это и стало причиной проведения сегодняшнего заседания коллегии. На территории города допускается нарушение прав инвалидов. В первую очередь в сфере здравоохранения, физической культуры и спорта, транспортам. С целью восстановления прав детей инвалидов прокуратуры Гагаринского района в марте 2015 года в районный суд заявлено 5 исков Главному управлению социальной защиты населения Севастополя об обеспечении детей инвалидов техническими средствами реабилитации. В настоящее время три иска уже рассмотрены и удовлетворены. В мае-июне решениями полуклазского района суда удовлетворены иски прокуратуры района к организациям «Фармация» и «Мегаполис» об обязании обеспечить инвалидам доступ к аптекам. Три городских учреждения получили грамоты за активную помощь детям с особыми потребностями. Это Севастопольский профессиональный художественный колледж, детский парк Лукоморий и находящийся на его территории благотворительный магазин «Добрые руки». Грамоты и благодарности от имени организации «Особые дети» и комиссии по делам инвалидов общественно-экспертного совета при губернаторе Севастополя. Все награжденные помогают особым детям внедриться в общество. Так, в художественном колледже таких ребят учат росписи по дереву. За 15 лет практики было уже 5 выпускников. В каждой группе около 10 человек. Возраст – выпускники 9-х классов. В этом году в колледж планируют набирать детей постарше после 11-го класса. Также здесь ребят учат народным ремеслом и творчеством. Вы даете такого рода детям, особым детям, путевку в жизнь, профессию, возможность развиваться и быть полноценным членом общества. Огромное вам спасибо. Благодарю вас. Где-то проскакивало так, что, особенно если, допустим, к дню инвалидов, может быть, когда-то раз в 5 лет прозвучит такая фраза на уровне города, что вот есть такое учебное заведение, которое готовит, допустим, занимается с такими людьми. Но так, чтобы пришли и прозвучала здесь такая фраза, которая – координационный совет при губернаторе. Очень приятно, что все-таки нас кто-то заметил в городе. А детский парк «Лукоморье» и магазин «Добрые руки» – давние друзья организации «Особые дети». Первый представляет площадки для проведения праздников, второй в них участвует. Также магазин перечисляет часть вырученных средств на нужды особых детей. Надеюсь, что и следующий год будет таким же плодотворным, какой был этот год. Мы хотим вручить вам такую благодарность. Спасибо вам большое за вашу теплоту, вашему коллективу, который всегда нас поддерживает. Имея такую возможность, как вы даете нам, это действительно для нас очень ценно. И мы благодарны вам. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо. Мы чем можем, помогаем. Коллектив старается, помогает. То есть все мероприятия, мы же видим, когда проходят те же дискотеки для таких особых детей, то мы искренне радуемся. Очень отрадно, что у нас в городе есть люди, которые, сами не относясь к таким категориям, проявляют неподдельный интерес и активное участие в жизни организации особых детей. В городе почтут память людей, погибших от первых бомб, которые упали на Севастополь в 41-м году. В 3 часа утра 22 июня общественники соберутся возле мемориала героической обороны, где проведут митинг и зажгут свечи. Затем активисты отправятся на Графскую пристань и спустят на воду бумажные кораблики. Мы приглашаем всех, кто хочет поучаствовать и отдать дань памяти погибшим во время Великой Отечественной войны, запустить кораблик со свечой в память тех школьников, которые вместо того, чтобы расти, развиваться и жить, пошли воевать за нашу с вами жизнь, за солнце и мирное небо над головой. На этом наш выпуск завершен. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова